Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Заканчивается отсрочка действия диагностических карт. Вакцинацию разрешат делать в частных клиниках. Увеличиваются зарплаты военных и полицейских. Какие законы вступают в силу в октябре? Депутаты Кубернстской думы провели первое заседание в новом составе. Какие вопросы обсудили? Заливают фундамент и готовят пилоны с гравировкой. В Самаре возводят стелу город трудовой доблести. Когда завершат работы? Депутаты Кубернстской думы. Депутаты Кубернстской думы. Депутаты Кубернстской думы. Мы сегодня ряд решений планируем отдать на анализ местные органы власти, местным штабам. Потому что ситуации очень разные. У нас в разы отличается уровень заболеваемости в муниципалитетах. В разы. На одном полисе у нас Отрадный и Богатовский район, на другом Шиленский и Безичукский. И, конечно же, нужно дифференцированное решение принимать. А не в целом по области. В Самарской губернской думе прошло первое заседание нового седьмого созыва. Почетное место в президиуме занял губернатор Дмитрий Азаров. Парламентарии распределили между собой профильные комитеты и выбрали председателя думы. Состав губернской думы обновился больше, чем наполовину. Депутаты успешно прошли избирательные кампании. Всех парламентариев теперь объединяет общая цель повысить уровень и качество жизни в 63-м регионе. В первом заседании думы седьмого созыва принял участие Дмитрий Азаров. Губернатор поздравил депутатов с новым статусом и пожелал успешной и плодотворной работы. Если человек хочет, если человек пользуется доверием и поддержкой, неважно какую политическую партию он представляет, он имеет все возможности в Думу избраться. И я думаю, то обновление, которое в Думе прошло, соответствует общественному запросу. Рассчитываю, что будет выстраиваться конструктивная совместная работа по достижению лидерских показателей развития региона. Дума приняла уже и первые важные решения. Путем тайного голосования председателем Думы выбрали Геннадия Котельникова. Его многолетняя разносторонняя деятельность всегда служила на благо развития и процветания Самарской области. Одна из главных задач, моя как председатель Думы, заключается в том, чтобы выстраивать вот эту работу, чтобы она была совместной. Цель должна быть одна и у исполнительной власти, и у законодательной власти. Тем более все депутаты, это же избранники народа, то есть мы даже вот это вот поддержать, общий стремление людей к лучшей жизни. Я голосовал за Геннадия Петровича Котельникова, и я уверен, что он будет не просто депутатом, представителем одной партии, а председателем для всех избранных депутатов, для всех политических объединений, как это было в предыдущих садовах. Депутатский корпус пополнился бывшими министрами. Первым вице-спикером областного парламента стала Марина Антимонова. Ранее она занимала должность министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. По словам парламентария, опыт в органах исполнительной власти поможет в дальнейшей работе с людьми и общественными организациями. Мы обсудим с председателем, с Геннадьем Петровичем Котельником, и определимся, какие приоритеты он передо мной поставит. Я готова принимать участие в любом направлении. Очень бы хотелось, чтобы депутатский корпус нового состава, седьмого созыва, как можно быстрее сплотился и начал работать конструктивно. Также были избраны еще три заместителя председателя Думы. Ими стали Александр Милеев, Александр Живайкин и Алексей Лескин. Парламентарии вошли в 11 профильных комитетов и избрали своих председателей. Гульфия Сафина, Мэрия Елчан, Василий Колдашов. События. В Думе городского округа Самара тоже прошло 20-е заседание депутатов седьмого созыва. Городские парламентарии рассмотрели 12 вопросов. В обсуждении приняла участие глава города Елена Лапушкина с подробностями Гульфия Сафина. Внесение изменений в порядок и условия приватизации муниципального имущества города и приведение в соответствие федеральных требований положения контрольно-счетной палаты. Эти и другие актуальные общегородские вопросы обсудили депутаты городской думы седьмого созыва сегодня на 20-м заседании. На повестке дня и досрочное прекращение полномочий депутатов гордумы Михаила Натальчука и Вячеслава Дормидонтова. Они уходят работать в областной парламент. Победили и сегодня уже представляют интересы жителей Самарской области, нашего города. По моментариям стали областного масштаба. Мы рады, поздравляем их. Но и есть процедурные вопросы. Один представлял совет в Думе Кировского совета, другой в железнодорожном районе. Поэтому нам сегодня процедурный вопрос, вывод на основных заявлений. И вот кировчане уже определились своим депутатам. Совет депутатов Кировского района делегировал в Думу городского округа Самара вместо ушедшего Виталия Дормидонтова Алексея Авдеева. Новоявленный депутат изъявил желание работать в комитете, который отвечает за работу сферы ЖКХ, где у него имеется большой опыт. Спасибо, уважаемые коллеги. Я с большим удовольствием и великим желанием присоединюсь к работе в городской думе и буду работать на благо наших граждан. Одним из ключевых направлений работы городских властей остается развитие дошкольного и школьного образования, в том числе укрепление сотрудничества с частными школами и детскими садами. Негосударственные образовательные учреждения берут на себя часть нагрузки, реализуя утвержденные в стране программы начального и среднего образования. Части из них субсидируются, включая средства правительства Самарской области. Положительные результаты взаимного сотрудничества не заставляют себя ждать. На заседании городской думы почетным знаком за заслуги перед городским сообществом наградили директора частной школы Татьяну Садовникову. Знаете что? Мы будем стараться, все наши школы, наши школы в том числе, соответствовать той высокий план, который держит ваше самарское образование. Спасибо вам огромное. В преддверии Дня учителя в Самаре при поддержке депутатов городской думы пройдет и масштабная акция «Самара – цветущий сад», в рамках которой по периметру школ и детских садов посадят в полторы тысячи саженцев яблонь самарских сортов – «Спартак», «Куйбышевская», «Жигулевская», «Кутузовец» и «Северный Синап». Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Глава города Елена Лапушкина проверила ремонт заводского шоссе. Там подрядчики работают над перекладкой электросетей и переврезками на водоводе. Когда все участки дороги откроют для движения, расскажем в сюжете. За время реконструкции заводского шоссе построили фактически новую дорогу на участке почти в три километра. Шоссе ни разу не перекрывали полностью. Ремонт шел по полосам. Сейчас из четырех полос одна недоступна для движения. Глава Самары Елена Лапушкина выехала на место и проверила, как идет перекладка электросетей, что были под проезжей частью и ремонт дороги. Там, где подборную стенку мы сделали, мы черним. Там тоже работы ведутся. Сейчас тротуар откроется. Мы еще порядка семь человек добавим на тротуар построить. Здесь по проезжей части это механизированные работы. Здесь ручных нет работы. Субподрядчики по кабелям работают. В принципе, двигаются. Говорю, завтра обещают нам переключить после обеда. На первом отрезке от 22-го партсъезда до поворота на Мальцево вскрыт верхний слой грунта. Прорыты траншеи, куда будут перекладывать электрокабель. И в начале следующей недели участок передадут субподрядчикам для обустройства четвертой полосы движения. Далее подрядчик переходит за улицей Мальцево в сторону железнодорожного переезда, в сторону улицы Авроры и делает оставшийся отрезок данной дороги с выполнением последней полосы. Параллельно на объекте ведутся работы по обустройству освещения, завершению работы по возведению тротуаров, ограждения. Также на следующей неделе подрядчик планирует осуществить разметку уже в финишном варианте из пластика на построенной части этой дороги. Ждет подрядчика и переключений на водоводе, которые зависят от ресурсоснабжающей организации. У нас есть участки, которые нужно переключить на новые магистрали. То есть на всем промежутке заводского шоссе на сегодняшний день построены новые водоводы. Они разного сечения, они питают предприятия, они питают город, магистральные. То есть все это уже построено. На сегодняшний день нужно старые изношенные сети отключить и врезаться в новые сети. По информации департамента градостроительства, теперь должна пройти встреча ресурсников и подрядчика, чтобы договориться, когда произойдут переврезки на водоводе. Это также ускорит завершение реконструкции шоссе, а открыть полностью его должны до конца ноября. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. Водителям с судимостью запретят работать в сфере пассажироперевозок. Такую инициативу озвучили парламентарии Государственной думы. Лица с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать в такси и в общественном транспорте. Как это повлияет на рынок труда в отрасли пассажирских перевозок, разбиралась Гульфия Сафина. У вас криминальное прошлое? Просьба не беспокоить. В Госдуму внесли предложение запретить людям с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления трудоустраиваться в службы пассажирских перевозок. По статистике МВД за последние пять с половиной лет каждый второй убийца, насильник или грабитель становится рецидивистом, то есть совершает преступления повторно. При этом многие из них после освобождения устраиваются работать водителями, Чтобы выяснить, сколько судимых по тяжким статьям сейчас занимаются перевозками, в Москве провели спецоперацию «Заслон». За десять дней данная операция показала, что выявлены водители такси, которые ранее также привлекались к уголовной ответственности. Девять человек за убийство, пять человек за изнасилование и два человека за похищение людей. Я в целом поддерживаю данную инициативу, да, она направлена на сохранность жизни и здоровья пассажиров. Под действием нового закона попадают две трети судимых по особым статьям Уголовного кодекса. В перечне убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм. Закон коснется не только россиян, но и приезжих в Россию из стран ближнего зарубежья. Данные об их судимости на родине по аналогичным статьям тоже будут учитываться. Пытаются изолировать, да, и вынести из трудовой деятельности человека, который был ранее судим по тяжким статьям. Но хочется заметить, что здесь мнение водителя, оно достаточно разнообразное и обширное. Службы занятости должны понимать, что хватает ли в этой отрасли работников, либо не хватает. Самарские водители к инициативе депутатов отнеслись по-разному. Я думаю, правильно вообще-то. Конечно. Ну что, бандиты еще. Такси сажать. С другой стороны, конечно, надо людям помогать. Что-то надо делать. Такси тяжелая работа. Я сам не таксую, но видно, что люди устают сильно эмоционально, физически. Поэтому в этом логика есть, но как бы надо... Я его не слышал, этот закон их. Но, в принципе, все логично. Ну, я вот вчера услышал по радио, говорю, ну, конечно, понятно, да, вот он судимый, то что теперь все, на нем крест поставить. А где ему заработать? Где его с волчим билетом возьмут, скажем так? Не знаю, мне кажется, это чересчур. Согласно законопроекту, водители такси, трамваев и троллейбусов, а также междугородних автобусов должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. Вернуться к работе с пассажирами водители с преступным прошлым смогут после погашения судимости. В случае совершения тяжких преступлений это через 8 лет после отбытия наказания. В случае особо тяжких через 10 лет. Законопроект разработан по поручению президента страны. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, События. А теперь о тех законах, которые уже вступают в силу в октябре. Заканчивается отсрочка действия диагностических карт, вакцинацию разрешат делать в частных клиниках, увеличиваются зарплаты сотрудников силовых ведомств и многое другое. Об этом в нашем дайджесте. С 1 октября должны заработать новые правила техосмотра. Их планировали ввести с 1 марта, но отложили. Теперь будет проводиться обязательная фотофиксация. А диагностическую карту оформят в электронном виде с передачей данных в общий реестр. На бумаге ее выдадут только по запросу. С октября техобслуживания должны пройти те, у кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Со второго месяца осени на 3,7% вырастут оклады военных. Повышение касается как контрактников, так и срочников. Настолько же увеличатся оклады пожарных, полицейских, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения наказания и некоторых сотрудников фельдъегерской службы. С октября пособия на детей для малообеспеченных семей будут начислять только на карту платежной системы МИР. Речь идет о ежемесячных выплатах в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Доход на одного члена семьи должен не превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Если карты МИР нет, деньги будут поступать на банковский счет с получением почтовым переводом или в кассе. С 1 октября сделать бесплатную прививку можно будет в частной клинике. Вступает в силу закон, который позволяет негосударственным медорганизациям проводить вакцинацию в рамках национального календаря, профилактических прививок и тех, которые делаются по эпидемическим показаниям. Жители Самарской области должны будут предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе, чтобы посетить культурно-досуговые и спортивные заведения. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства. Ограничения начнут действовать с 11 октября и будут распространяться на походы в театр, кино, цирк, фитнес-клубы, бассейны, спортзалы. На входе в учреждение посетителям придется показать удостоверение личности, QR-код с портала госуслуг, либо сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также в связи с эпид-ситуацией планируется дезинфицировать транспорт, привлекаемый для перевозки призывников. Самарские ученые приближают будущее. Медики разработали уникальный реабилитационный тренажер, который помогает восстанавливать пациентам слух. Как работают новые технологии, увидела наша съемочная группа. Иван Сачков после перенесенной простуды столкнулся с осложнением. Начал плохо слышать на одно ухо. Обратился к врачам и, помимо стандартного лечения, ему предложили реабилитацию на новейшем тренажере, который изобрели в Самаре в прошлом году. Это началось после того, как у меня заложил нос. Я начал этим вопросом заниматься. И все пришло к тому, что у меня, видимо, это дало осложнение на левое ухо. И у меня снизился уровень пространственного слуха. Мне помогло. У меня было где-то 7-8 тренировок. Ну, то есть там входной порог, и постепенно увеличивается объем тренировок. И в конце все, как бы, у меня восстановился слух. И сейчас я прекрасно слышу. Мы проверяем пространственный слух на разработанный нами программно-аппаратном комплексе. В нем используются слова, которые произносит женский и мужской голос. Его преимущество в том, что не всегда мы в пространстве слышим только писки, какие-то звуковые сигналы. Мы всегда слышим речь. Мы всегда слышим звуковые сигналы, бытовые. Восемь колонок располагаются вокруг пациента и издают различные звуки, будь то шум улицы или звуки ресторана. Задача слушателя – отреагировать и определить, с какой стороны и какой именно звук исходит. Я дам вам очки виртуальной реальности, где будут отворожены колонки на разных градусах по расположению от вас. Также у вас будет пульт, при помощи которого вы будете отмечать, в какую сторону вы слышите. Процедура занимает порядка 15 минут и со стороны похожа на фантастический фильм. Но это уже отработанные технологии, которые более чем реальны. Благодаря этой чудо-технике временно утраченный слух восстанавливается гораздо быстрее, а пациенты, нуждающиеся в слуховом аппарате, легко к нему адаптируются. Сокращение периода адаптации, то есть самая главная задача – не просто выдать слуховый аппарат, а адаптировать. Это тяжело было достигнуть, когда пациенту не объясняли, как пользоваться этим аппаратом. Ему просто выдавали это средство и говорили – живи с этим аппаратом. Он выходил на улицу и понимал, что ему так же сложно ориентироваться в обстановке, в окружающей, в сложном мире голосов, звуков машин. И он сталкивается с этой проблемой. Часто что делал? Снимал свой слуховой аппарат, клал на полочку. Испробовать такой тренажер пока могут не все нуждающиеся в нем самарцы. Он существует в единственном экземпляре. И исследования продолжаются. Однако многим пациентам, которые наблюдаются в клиниках медицинского университета, удается прочувствовать на себе технологии будущего. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Сначала думали пневмония, а оказалась патология сердца. В Самаре успешно провели экстренную операцию 10-месячному малышу. О буднях специалистов самарского кардиологического диспансера наш следующий сюжет. Мама, мама здесь! Мама, мама здесь! Мама, мама пришла! Он в одиночку мужественно выдержал все необходимые реанимационные процедуры. И только увидев маму, впервые за два дня позволил себе эмоции. Маленькому Никите всего 10 месяцев. На днях он перенес серьезную операцию на сердце. Перед этим малыш неожиданно начал задыхаться. Рентген показал наличие жидкости в грудном отделе. Сначала медики заподозрили пневмонию, но все оказалось гораздо хуже. У нас начала копиться жидкость в плевральной полости. И нас на следующие сутки перевезли сюда на реанимобиле. И уже вот здесь, в третьи сутки, находится мой сын в реанимации. Была оказана помощь по зондированию. Узнали, что есть суженные участки стеноза вот этих сосудов кровеносных. Вот это сделали. Сейчас мы отходим. То есть все благополучно у нас прошло. И дай бог, скоро мы будем вместе. У Никиты врожденный порог сердца. С рождения он под контролем специалистов самарского кардиодиспансера. Именно здесь установили крохотный сосудистый шунт на 10-м дне жизни. Позже обеспечили работу малого круга кровообращения, заменив неработающий желудочек собственной веной. Это помогло вынести жаркое лето, рассказывает мама Никиты. Очень вам благодарна, что лечится. Сердечно-сосудистые заболевания у детей часто выявляются на стадии внутриутробного развития. В год в Самаре проводится порядка 250 операций пациентам с врожденными патологиями. В том числе самых сложных. Мы оперируем всю патологию, в принципе, врожденную сердца, которая существует. В некоторых ситуациях мы буквально, так сказать, в первые сутки жизни ребенок сразу, так сказать, из роддома едет на операционный стол. Ну и кроме этого, у нас достаточно большой объем пациентов с кардиологической патологией, с нарушениями ритма сердца, с воспалительными заболеваниями, миокарда. Собственно, все, кто в Самарской области нуждаются в такой помощи, они все первоначально проходят через наше отделение в любом случае. Каждый житель области, страдающий болезнями сердца, стоит на учете в Самарском кардиодиспансере. Даже после успешной операции и выписки, медики продолжают наблюдать и консультировать своих пациентов. Порой пожизненно. Не сбавляет темпов и в период пандемии. Порядка 85% всех людей, которые здесь находятся, это люди, поступившие по скорой медицинской помощи. То есть это люди, которым нужна срочная помощь, иногда даже в пределах минут. Поэтому в этом году, как и в прошлом, мы работаем в полном объеме. Мы выполняем все те операции, которые и выполняли до ковидной эпоху. Областной кардиодиспансер принимает на лечение и жителей Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей. Оборудование здесь регулярно обновляют. Так, наличие новейших рентгеноперационных позволяет лечить пациентов с острым коронарным синдромом, с нарушением сердечного ритма, проводить открытые операции на сердце без рисков и осложнений. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Вошли в активную фазу. В Самаре готовят основание для будущей стелы город трудовой доблести. Она появится на аллее трудовой славы. Это будет не просто обелиск, а масштабный архитектурный комплекс. Напомню, что статус города трудовой доблести в прошлом году получили 20 российских городов, а в этом еще 12, в том числе и Сызрань. Во многих городах готовятся представить памятные объекты. Словно Эфелева башня над Парижем, над домами Безымянки и парком Металлургов возвысится стелла город трудовой доблести. Подобные памятные объекты возводят во всех городах, что удостоились высокого звания. Это дань уважения предкам, которые в годы Великой Отечественной войны на износ работали в тылу. Место установки стелы выбрали не случайно. Это аллея трудовой славы. Именно она, по мнению многих жителей и ветеранов, олицетворяет собой тот вклад, который запасная столица внесла в Великую Победу. Ведь именно здесь, в Куйбышеве, на рабочей Безымянке, куда в годы войны эвакуировали многие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, ковалось оружие Победы. Пока на месте будущей стелы памятный камень, а уже рядом развернулась стройка. За металлическим ограждением кипит работа. Готовят фундамент. Стелла будет масштабной. 26 метров в высоту. Это сравнимо с величиной девятиэтажного дома. Поэтому и основание должно быть надежным. Все работы под контролем руководства городского департамента градостроительства. Подрядчики выдерживают установленный график. На сегодняшний день никаких сложностей нет. В кратчайший период администрация города разработала проект данной стелы. Прошли государственную экспертизу этого проекта. Сегодня подрядчиками закуплены все необходимые материалы. Субподрядчики, которые у нас задействованы на исполнение барельефов и пилонов, которые будут вокруг этой стелы установлены, в активной фазе в мастерских выполняют эти работы. По проекту на аллее появится целый архитектурный комплекс, вертикальный обелиск из металла и стекла, а также 10 пилонов с гравировкой о памятных датах и основных событиях военного времени. Завершить все работы, включая благоустройство территории, планируют до 7 ноября. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok